Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас начало наклевываться очень интересное противостояние между Дмитрием Биволом и Хильбертом Рамиросом. Вот кто такой Хильберт Рамирос? Ведь наверняка вы даже о нем ни слухом ни духом. А между прочим это в ближайшем будущем возможно большая звезда бокса. Даже такого уровня как Канело, хотя я не думаю что как Канело это тема отдельного разговора, но вы увидите, будете доказывать мне сами какой Хильберт Рамирос непобедимый. Ситуация в том, что в прошедшие выходные он сразился с прочным полутопом из Кубы Салливаном Баррерой. И вот он уже все больше и больше попадает по Баррере. И вроде как и Баррера. Опа, первый удар по корпусу. Шикарно. И если Баррера когда бился с тем же Дмитрием Биволом, то он проиграл ему в 12 раунде. Когда Баррера бился с великим Андре Вордом, он проиграл Ворду только по очкам. Так вот, когда Баррера вышел против Хильберта Рамироса, то Рамирос просто стал его стабильно избивать и уже в четвертом раунде бой был после нескольких нокдаунов окончен. И более того, этот самый Хильберт Рамирос уже бросает вызовы Дмитрию Биволу. А Дмитрий Бивол ему отвечает с большим энтузиазмом. Кстати, как данный поединок будет объявлен официально, коэффициенты на него сразу же будут выставлены на париматч. Но пока их там нет. Зато на париматч есть коэффициенты на множество других достойных боев, в том числе на противостояние Беринчика и Лобова, которая состоится уже в этом месяце. А также париматч всем новым игрокам дает бонус до двух с половиной тысяч гривен или до 100 долларов вашей местной валюте. Бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео. И мы прямо сейчас разберем, кто такой Хильберт Рамирос. Потому что, ребят, я к чему вообще все это затеваю? Я прекрасно понимаю, что по сути, наверное, большинству из вас без разницы, потому что его еще как бы не подняли на питстал. Это знаете, как Канело. Когда-то я его смотрел, когда ему было 19 лет по Евроспорту. И представьте, если тогда начать про него снимать видео, разбирать технику, хвалить, говорить, какой он замечательный. Это никому не будет интересно. Но уже потом, даже если у Канело будут минусы, но он получит огромную медийность, то там уже просто доказать невозможно, что у него тоже есть слабые стороны. Все, Канело непобедим в любом случае. Так вот, и Хильберт Рамирос, он тоже совсем в ближайшее время станет просто почти второй Канело. Поэтому обсуждаем его. Также у меня в грамм-канале, Лаборатория Бокса 2, лежит бой. Последний вот этот свежий Хильберт Рамироса против Сальвана Баррера в моей озвучке с моими личными комментариями. Кому интересно, заходите на канал, скачивайте и смотрите. Как бьется Хильберт Рамирос и какой он? Первое, мексиканец, ему 30 лет, причем исполнилось недавно, по-моему, в июне. И он очень большой. Хотелось даже сказать, что это такой, знаете, мексиканский кабан, который прямо дышит здоровьем. Вот он реально, он именно очень как бы хорошее здоровье. Но он для кабана слишком высоченный. Его рост 1,89 метра. Это приблизительно на 6 сантиметров выше, чем Дмитрий Бивол. И не только, чем Дмитрий Бивол, он выше, чем, ну, все, чем Артур Биттербиев, чем до этого был Сергей Ковалев, чем до этого был Александр Гвоздик. То есть, Хильберт Рамирос выше них всех. При этом он левша. То есть, представляете, уже сочетание. Высоченный парень, левша, на тебя идет. Дальше, ну, у него одни победы. Он уже был чемпионом мира, просто на весовую категорию ниже, 76-200. Он там чемпион был, WBO. Он там всех побил, кого хотел. И сейчас перешел в новый вес. 79-400. Ну, это где как раз Дмитрий Бивол, Артур Биттербиев, Александр Гвоздик, Сергей Ковалев был. И он говорит, я вас всех собираюсь здесь побить. Готовьтесь. Первый готовься Дмитрий Бивол. Так вот, левша высоченный на тебя идет. Кроме того, он весьма бьющий. И он с прочной головой. То есть, уже вот это вот сочетание. Представьте, только такой танк на тебя как бы идет, готов от тебя удары пропустить. И он бьет свои удары. И он пыжет здоровьем. То есть, он даже если пропустит, он еще бьет. Еще. Еще. То есть, он тебя надламывает. Отдельная тема разговора, это техника ударов Хильберта Рамироса. Там в районе метр восемь. И он в прошлом. Переднюю руку, переднюю руку. Потихонку начинает чувствовать удар. Я не знаю, стоит ли ее сейчас, вот прямо сейчас, разбирать по-настоящему подробно. Потому что он бьет по классике. Но по классике не нашей, а по классике мексиканской. Я бы назвал ее, от меня чисто выражение, такая сутулая классика. Я покажу из правши. Смотрите. Ну, хотя он левша. Вот есть как бы нормальная стойка боксерская. Из нее он группируется сильно вперед. И как бы не просто группируется, а именно максимально как бы обмикает. Чтобы вот вниз как бы упасть как только возможно. Растрясывается. Нагибает свою голову вперед. И баланс из некого такого среднего баланса расслабленного. Он переводит вперед. Только он левша. И вот у него, понимаете, готовая позиция. Я, наверное, подвину пока скамейку. У него готовая, получается такая согнутая позиция с расслабленными руками. Для очень неприятных крюков. Ну, кто-то говорит, что он там эффективно бьет по корпусу. И Барреро он попадал в основном по корпусу. И кроме этого он попадал эффективно снизу ударами вперед. Но вы понимаете, тут как бы дело даже скорее не в этом. Это детали, как это проявляется. Какие удары заходят. А по факту, в чем как бы его стиль. Что вот это вот сильно обмягшее тело. Кто-то он бьет, как, допустим, Эрл Спенс. Полная противоположность. Жесткий боксер. Но он бьет как бы на взрыве. И у него у каждого удара. Он тоже левша, я показываю справши. Ну, я если встану, то буду высокий. Поэтому я низко сижу. Так вот, он показывает как бы у него у каждого удара. У Эрл Спенс. У него как бы взрыв идет сразу. То есть, как бы он там раз, как бы сразу два. То есть, очень как бы резко начинает. А здесь в чем вот как бы фишка и определенная красота, определенная именно индивидуальность вот этого стиля. То, что очень правильно расслабленное начало. То есть, нету такого, чтобы рвануть рукой и мышцами. Вообще нету. А скорее наоборот, зачем? То есть, он ногами своими, тазом, он разгоняет свою массу. Руки как бы вообще ни при чем. И вот он как бы вверх разгоняет, вбок разгоняет. В другой бок разгоняет. А руки расслабленные и обмягшие плечи. Они, в них нету лишнего, чтобы вот именно, допустим, там при боковом ударе включить грудь. Там раз рвануть, два рвануть. То есть, этого нету. Они как бы чисто по инерции идут расслабленные. И он их вбивает. И если минусы его говорить, то получается, что вот он, ну, левша, я-то все в правше показываю, как бы задней рукой своей, прямой именно удар, он не может ударить как-то сверх жестко. Просто потому, что у него нет разгона. Для разгона нужно больше сесть посередине или еще лучше назад. А он как бы уже впереди. Сажусь обратно. Но все равно пот по мне течет. Очень жарко у нас в Москве. Если что, я снимаю ролики. У нас сейчас 30 плюс. Причем там большой какой-то плюс. Так вот. И получается, что очень много плюсов дает вот такая расслабленная классическая техника удара. Во-первых, она, мало тратишь энергии. Во-вторых, эти удары, они идут как бы медленно, даже немножко затянуто. Но они, в конце они разгоняются. То есть, знаете, как удар топором. Вот, кстати, отличный пример. Кто, если рубил когда-нибудь топором. Представьте, вот вы топор берете. Что будет, если вот вы топор взмахнули и старт начинаете очень резко. Как бы сразу так, максимально. И ух туда. Это бессмысленно. То есть, топором когда рубят, всегда бьют именно, как бы старт расслаблено начинают. То есть, ничего напрягаться не надо. Медленно как бы. И к концу, то есть, идет ускорение в конце. И вот именно так бьет Хильберт Ранирес. То есть, без какого-то сверх в начале. А именно, как бы. То есть, такой вот классный классический удар. И когда, вы представляете, сочетание с прочной головой мужик. Высоченный. Ну, и по костюку мощный. И он, хотя не сверх качок, но, знаете, такая хорошая вот у него мясистость. Прям такая добротная. И вот на тебя эта высоченная дында пошла. Там, левша еще, левша, левша. И она под разными углами начинает тебя лупить. Что делать? И получается, какая ситуация. Если боксер некий усредненный. Как бы просто сбалансированный, нормальный. Немного может подвигаться. Немного порубиться. Немного поуклоняться. Немного там в собранной защите постоять. То он ничего не может противопоставить. Потому что тебя просто перемолит этот товарищ. Как, например, Стали Ван Баррера. Обязательно в телеграм-канале посмотрите. Сам бой. Но что там было? Что он выигрывал эпизоды? Да, короткосрочные эпизоды в первом раунде, во втором. У него были попадания по очкам. Я не удивлюсь, даже если он вел. Ну, а дальше-то что? Что ты будешь делать на длинной дистанции, на протяжении всего боя? Этот товарищ тебя просто перемолит. И поэтому, я уже к чему подвожу. Мы сейчас затронем Дмитрия Бивола. Нужно быть или сверх жестким. Прототип жесткого боксера. Например, это Артур Бетербиев. Я не хочу сейчас говорить, кто выиграет. Артур Бетербиев или Хильберт Рамирес. Реально, я думаю, скорее всего, они никогда не встретятся. Потому что к моменту этого боя Артур Бетербиев, ему уже сколько? 36 лет. То есть он уже, я думаю, ну, реально как бы уйдет из бокса. Так вот, не происходит же бои там сразу за год. То есть это постепенно зреет. Вот, поэтому сравнивать не вижу большого смысла. Но как бы сама суть, то есть жесткий его перемолоть, как бы еще больше этого товарища, да? Такое возможно. Или, наоборот, как раз очень подходящий стиль против Хильберта Рамиреса. Это как у Дмитрия Бивола. То есть Дмитрий Бивола, это такой дистанционный боксер расслабленный. С расслабленными, кстати, тоже плечами, только совершенно другая стойка, другая баланс. Другие движения, которые, летая в таком там челноке на полной стопени, челноке, ну, короче, на ногах. Он тебе может навтыкать левой рукой издалека, навтыкать правой рукой издалека. И втыкать и уходить, втыкать издалека и уходить. И как бы оставить тебя в дураках. И я считаю, я, возможно, бегу впереди паровоза. Я говорю слишком рано об этом всем. Но я уверен, что когда назначат бой Хильберта Рамиреса против Дмитрия Бивола, то публика боксерская будет настроена, что именно Хильберт Рамирес будет фаворитом, потому что он супер боксер, супер непобедимый и так далее. Но вообще я считаю, что боксер такого типа для Дмитрия Бивола очень удобен. Просто потому, что можно его обыграть, переиграть, оставить в дураках, используя дистанционную манеру ведения боя. О, загнул я, как я сказал словосочетание. Наверное, наслушался от журналистов, сам от себя не ожидал. Так что такие дела. Есть, конечно, подводный камень. То, что за Хильберта Рамиресом стоит Оскар Далахоя. Входил он к нему в ринг, а также входил еще и Бернард Хопкинс. Это очень плохое сочетание. Как правило, те боксеры, за которыми стоят эти два человека, всегда судят в их пользу. Поэтому даже если этот бой состоится, и если объективно Дмитрий Бивол переграет его просто и не пропустит тяжелых ударов, то все равно он будет находиться в большой опасности именно с точки зрения судейского решения. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Также напоминаю про бонус от Паримач. Всем добра, до новых встреч. Тушу камеру.